Начнем, или продолжим. Значит, сегодня план рассказать дальше что-то про локализацию физических теорий, не инвестованных, в примере локализации на сфере. А потом, во второй лекции я, наверное, попробую последнюю работу рассказать про описание дублевого алгебры из полюбровочной теории приведения антикс. Значит, давайте, во-первых, продолжим. Там, где мы остановились в прошлый раз, там был записан комплект, в котором у, это был один из генералов с посимметричной алгеброй, и его действие на полях выглядело так, то есть был напор полей в позонных акламözенных, и они все группировались вместе плиты, которые я сейчас для простоты возьму в атмосферflix, by С e, H prime – это коммутатор Bosch Q на phi был равным. в обозначениях вчерашней лекции был набор полей а потом нажали фи меню плюс фирменное поле для того чтобы генерировать уравнение пространстве которое сделано из этих полей и на них действует дифференциал который в квадрате равен действия калибровочного образования генерируемого поля фи для того чтобы доделать задачи посчитать уже какой-то функциональный сыграл нужно обычно включать калибровки то есть процедуру подпишись не заходить попол в поля отцветы цитильда и дыр добавлять дифференциал куба ростэ давайте запишем процесс действия куба ростэ а потом сложим и проинтерпретируем то что получается обычно обычно фирменные параметры статистикой как здесь мы описали может быть базовым фирменным параметром сэн здесь коммутатор начали действие на этот символ а в случае есть это символ представляет собой связанность то ну речь идет о коммутаторе цели коврям производных то есть это бейбер цели куба ростэ действует на полях просто действует при прочном преобразовании сфермионной параметры цель и куба ростэ комплект на самих этих полях записывая сфермионной параметры цели куба ростэ на цитильда на цитильда на цитильда это б и куба ростэ на б это бозон который нужен для того чтобы ставить на граждан множество условий списаться клипов здесь здесь вставляется в помножить и удобно сложить эти два дифференциала и интерпретировать и и расширить на самом деле действия куба ростэ изменициала на поле фи и объявить здесь поле фи оно было отдельно все поля были спарены друг другом дублеты а поле фи мы интерпретировали просто как параметр из визы а уже прям гаммологи где держали калибровочный грубом самортизмом расстояние на просмотре а другой стороны имеет степень 2 и 2 и и можно сделать пока пулбек вот формы а кривизны универсальным стоим и же побольше как бы вот первый смысл вот этого цель иметь депритва это означает что но в этой первой лекции дифференциал драма такого плана минус и это была координата на алгебре ли действия какой-то группы на уже на этом многообразие на свертку свекторное поле генерируемую базисного элементом 1 минус 1 поскольку уменьшает степень форм на минус единицы поэтому фи присваивает градуровка 2 для того чтобы в реапатичный цел имел однородную градуровку 1 с перекосом размерности я не знаю может быть есть родных я работал какой здесь все согласно то есть просто это и порядок дифференциал и у него степень 1 нужно интерпретировать как форму кризны которые естественно степень 2 для универсального расслоения держит оба же данном случае речь идет о том что вот это же это же калибровочная группа группы калибровочных преобразований писал красиво бесконечно мерная даже если же это 1 тогда вот это получала довольно большая штука это было цепо и бесконечность это было бесконечная сфера на 1 больше всего лишь когда же и панина здесь же это бесконечно мерная группа всех калибровочных образований но в общем думать о таких топологических терминов у него немножко сложно но мы используем этот алгебраический эквивалентный язык в котором просто связанность заменяется форма кризны заменяется на фи и вариантный полинома фи имеет смысл характеристического класса а c это буквы цель имеет смысл формы связанности просто один формы для вот этого универсального расслоения и тогда вот это куба ростов условия это то что куба ростов на цепь плюс 1 2 цц здесь записано как будто бы форма кривизны построены по этой связности равна нулю я добавлю а такое действие куна c и 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 а если я сложу эти два дифференциала в один стиль дай то относительно действия кустили мы не преобразование такого плана кустили на церковь на вторая коммутатор cc и вот здесь видно что кустили вы видите просто обычный дифференциал до dc плюс 1 2 коммутатор cc равно фи то есть это формула для формы кривизны через форму связанности на просмах универсального слайда но здесь это алгебра виски значит а пустили дфи равно минус коммутатор цепи ну и это что такое просто бьянки агентите до кустили фи плюс коммутатор цепи то есть это ковариантная производная д плюс связанность действия на форму кривизны равна обычная обычная связь между форму кривизны далее связанности то есть у нас и продолжите на церина фи то все останется инвариантом относительно него то что по сути привалка такого речь маленького маленького кула который только вот это и делает это относительно такой симметрии у нас будет инвариантное действие утверждение просто в том что действия калибровочные действия калибровочной теории действия на относительно такого расширенного кустили поэтому мы будем заниматься после добавления калибровки духового члена да у нас действие будет относительно на поле относительно значит относительно суммы а тут мы берем еще чуть-чуть модифицируем в этой сумме один из грехов все равно варианты там же в действии стояла если мы предлагали у цифика больше ничего не сделаем то создать бы новая сло Why да очень хороший вопрос я просто стараюсь пропустить это все чтобы дойти до интересных вещей там выскакивает естественно воскладаемон она убирается в замены переменных в такой верно-треугольный матрицу который кабин равен единице просто одна одна из переменных цена интеграли двигается на функцию которая зависит от других переменных это не меняет ну то есть там грыжа нужно тоже немножко поменять чтобы он был инвариантен относительно пустили но это не изменяется когда я дойду до примера сферы то мы возьмем какой-то конкретный а геометрически вот что это означает видеть эту кубу расширили дана расширили вот духами духами и б цель и стиль дэйбэ добавили терминах ниже и бже c это связность это форма не связанности на этом универсальному слоя расслабление уже к бже и добавили вот это универсальное слои да 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 ну то есть тут интерпретировали добавку вот процедуру по ней упаковок хорошо у нас есть кустили на сыром это такое усилий на все равно это а на полях ну понятно на полях у нас будет так вот вот это действие на полях вот здесь перепишу спустим дэйбэ добавить как раз в прайм в месте х и и спустим дэйбэ и и и и и и и исправимые другую статистику и цвета же поэтому действие пустили меняет статистику такой замечательный объединенный дифференциал усилий и потому что но мы объединили ц как форму связанности на слоение во первых а во вторых пустили в квадрате теперь 0 поэтому можно сказать что нужно заниматься теория гомологии обычной гомологии относительно кусти ку и ку в квадрате напомню было фи было получилось у подать было мода скид пустили в районе совершенно независимо от угроза независимая какого кида и а цельный препарат нет да а Кто хочет, проверьте, пожалуйста, что это на сейчас не применит. Так, теперь... Хорошо, значит, всем этим нужно было для чего-либо заниматься. Для того, чтобы в функциональном интеграле мы могли интегрировать по ФИ. То есть до этого, когда мы вычисляли какие-то интегралы от вероятно замкнутых форм, то там ФИ было параметром, да, и мы интегрировали вероятно замкнутую форму, получали функцию на алгебрели координаты ФИ. Получали элемент из вероятно-когомологии точки, что была функция от ФИ. А в этом функциональном интеграле проучной теории по ФИ надо интегрировать, и правильно вот этот интеграл делать с фиксацией Кулефа, с двухами C, 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 D, и B, и с дифференциалом C, C, D, который мы вообще записали, который упадет в данный момент. А теперь следующий шаг, это давайте продеформируем все-таки исходный дифференциал теории Ку, который суперсиметричный. На следующий, я хочу инвестицировать Ку Барреста, Ку суперсиметричный теории. Смотреться на немножко другое его версию. До этого у нас было бы Ку квадратный суперсиметричный теорий, был просто ли брошенный прогнозованный ФИ на что-то. Значит, а сейчас мы поменяем этот вариант. На следующее мы возьмем штрафу в квадрате. Это будет ФИ. Плюс производное ВИ в какого-то векторного поля В. На пространстве времени давайте пространство-время обозначим может быть, А, обозначим С. В обозначе времени С. Здесь для ковырячного действия для производной ВИ символа КА. Что это значит? Это значит, что здесь стоит ВИ на 20-77 controle. молotaтор, помяками. На 2-8 сущими улетами. Мне по неопонятно, где, когда еще вдругичи, честно. О, сейчас сейчас подслитaters git. ВraumカuchtST! На данный момент Здесь я хочу заменить Пи на Пи плюс Вмю демин. Что это произошло? Другой наряд, что произошло? Что произошло? Другой Q? Да, это другой Q, не тот Q, который был исходный, который был скаляром и в квадрате давал ногу, а это другой Q. Значит, давайте конкретно скажем, что это за Q. Откуда это берется? Ну, через несколько секунд. Просто... Нет, Анаш, а они здесь прощают, что вместо Q там стопки надо поставить? Да. То есть это нужно поставить вместо Фирского. Значит, откуда... Значит, что это значит? Это значит теперь, что Q в квадрате действует во-первых, калибровочное преобразование с параметром ФИ, а во-вторых, еще производный V вдоль векторного поля В. То есть мы действуем геометрически вращением нашего пространства времени до векторного поля. Это означает, что в терминах предыдущей лекции, когда мы просто рассматривали вариантные гемологии из группы калибровочных преобразований, сейчас группу калибровочных преобразований мы еще полупрямо расширили группой, например, в U1. То есть пускай орбиты вот этого векторного поля на габарае съезжались намкнуты, тогда есть действие группы U1, и вот такой суперзаряд, он описывает дифференциал ДРАМА, вариант дифференциал ДРАМА для действия полупрямого произведения группы калибровочных преобразований и S1-фактор с один параметром В. В это, значит, действие вдоль дифференциалового поля на пространстве времени. Да. А с этим блокомерентной колебозой, значит, что действие во всевозможное расстояние поднимается с помощью связанности? Да, с помощью связанности они были. Хорошо, значит, для такого дифференциала Q, да, его действие в квадрате, калибровочное преобразование плюс сдвиг по электронному полю В, задача будет поставлена следующим образом. В стандартном интеграле мы отинтегрируем, как и Четвейман велик, по полям Фи, потому что они частные интеграла, и это будет сделано с помощью расширения Q до Q стиль, с прибавлением вот этих ВРСТ полей C стильдой В. Параметр из алгебры Ли для действия этого вектора поля, который традиционно называется Эпсилоном, это значит Ли для вот этой алгебры действия вектора поля в один, и Эпсилон будет, как сказать, Эпсилон, это не путается. Эпсилон – это элементы из алгебры для действия этого вектора поля. И поэтому мы будем заниматься, в конце концов, вычислением их вариантов гомологии, элементов их вариантов гомологии относительно такого У1-действия, что в конце на уровне формулы является У1-инвариантной функцией на алгебре Ли от У1, У1-инвариантность, значит, она уже не важна, это получается просто функция на алгебре Ли от У1, то есть в конце концов получается функция от Эпсилона, это результат вычисления, это то, чему должна быть равна сумма, если интерпределировать как элемент гуриантной гомологии для действия У1 на образе простонавства времени С, после интегрового пассива. Тогда я не буду переписывать то, что на предыдущей доске было сделано, но аналогично, после того, как мы врачевим Фин на такое преобразование кустильдой, помните, на предыдущей доске оно было ровно 0, а здесь оно уже будет равно, после такого изменения, кустильда в квадрате будет равно чисто действия производной лифт до бетро, оно болит, да, то есть это именно тот, так говоря, дифференциал, который был в самой первой лекции для простого У1-действия. То есть, когда Вы говорите, что по референциалу по полям Фин, то все равно с этими граничными условиями? Нет, значит, мы в конце концов рассмотрим задачи, ну, то есть можно ставить разные задачи, я расскажу задачи, когда пространство С компактное, и там граничных условий нет. Вот, просто, я говорю по полю. Значит, там есть другая задача, которая называется статсума Некрасова, это когда пространство времени, время С не компактное, например, это Р4, там, конечно, есть граничные условия, и эти граничные условия в такой геометрической формулировке имеют смысл, ну, имеют смысл постоянных значений поля от поля Фин. То есть, вот эти граничные условия — это Гулановские параметры. — Да, да, да. — То есть, мы про поля Фин вы просто сказали, там, в самом начале, что, в принципе, там VN1 тоже могла быть локализация. — Да. — Но здесь поля Фин, оно возникает как, ну, как связано с усвоением, связано с другом, да? — Да. — Но это ведь поля Фин само-то только VN2 может ответить, а VN1 — его бы не оба, и чего так далее. Это означало просто усвоение с нулевой перерывной, ВN1-теории, там, действительно, там нет такого члена, и там Q в квадрате равно VμDμ. То есть, про поля Фин нужно думать как то, что приходит… Ну, про поля Фин нужно думать как VμAμ, как значение компоненты калибровочной связанности вдоль действия верховного поля V. То есть, вот, VN2-теория типа статусу Монекрасова, Фи — это комбинация VμAμ в превращении по F4, плюс Фи и скалярного мультиклета. А VN1-теория останется только вот в этом верховном поле. Ну, там, там сложнее немножко, но в каких-то примерах можно. Вот, например, ну, который пример я упомянул, это когда вы возьмете N равно 1-теорию и посадите ее на аллитическую кривую, на Тор, помножив на римонную поверхность, вот, то можно все посчитать. И, с другой стороны, это можно проинтегрировать. То есть, можно легко понять, почему это можно посчитать. Потому что, если вы проинтегрируете по всем колодцам кляйм-модам на Тори, то тогда вы получите теорию уже на двумерной поверхности, ну, теория с четырьмя суперзарядами. Да? И эта теория на двумерной поверхности с четырьмя суперзарядами это N равно 2, ну, 2,2 теория на двумерной поверхности. В ней поле Фи имеет смысл, это поле Фи просто имеет бесконечно много мод вдоль Тора. Вот. То есть, когда у этих, у кривых, ну, в общем, когда они замыкаются на какой-то Тор, то там можно приобретаться. А в общем случае они знают, это очень хороший вопрос, люди пытаются чуть-то не в ответить. Для N равно 1 теории надо более общих наказать. Да? Вот это для Кустильды? Последнее, последнее вот это? Да. Это Кустильды? Всегда. Просто здесь Куана сложена из кустоксиметричного, вот это Кустильды, ну, это новое кустоксиметричное, вот такое после замены. И Куберстер. Следует Куберстер. Как на предыдущей доске вам объясняли, Кустильды в квадрате равно нулю, но после такой замены оно будет равно не нулю, а просто производный лифт. в квадрате. Прошел? Значит, а... Теперь давайте перейдем к тому, что называется вычисление статсума физической теории без топологического квеста. Прямо скажу, что это значит. Давайте, вместо того, чтобы делать топологический квест, как вчера было, делаем следующую конструкцию. Возьмем n равно 2 теорию, в которой у нас есть поля аминь, да, и с чертой, фирменные поля, фирменные поля, это тераписи фирмен, фирменные поля. Ну и мы добавляли еще припец вспомогательных полей, для того, чтобы сделать обшелы n равно 2 теорию. Действие имеет вид... Действие — это редукция действия, если n равно 1, в семерии. Давайте я вот это обозначу просто как аминь, где умеется до шести. Чтобы уменьшить описать шести членов. Здесь действие имеет вид n в квадрате плюс fcdfc. Плюс по квадрату. Действие n равно 1 и аминь, плюс d. Если вы его редуцируете в 4d, в квадрате f-меню в квадрате плюс 1,2 на мифи. Знаете, я скажу, что фи и фи-бар — это фи-а. фи-а в квадрате аминь, в квадрате фи-а-фи в квадрате плюс тская шлема в квадрате fc. Sofc, где fc означает редукции фермера 4d то есть это это действие реальность равно 4d обычно физическое действие без какого-либо листа и дальше дальше заметим следующее действие вот этого мультиспета но комфортные варианты есть конечно да спасибо я задолкнулся да ну то есть давайте вот это д она включает себя всего ну всего да и и вот это большой это редукция торгода билет оператор киралка это а Время на все эти варианты не забыть. А для силы граждан. А для каком-то си встречается наше действительное? Кумеров, где-то шестимерное, где-то си. Ну вот, шестимерные строчки, это шестимерное. Поле амил. Да. Шестимерное амиле и два фи. Да, ну вот, там следующий буховик. Вот это или фи, си. Фи, а, и в квадрате. Мне надо... Медленно, не просто. Я предполагал, это все очень хорошо известно. Ну, вот эти вещи. Ну, размерная редукция знакома всем фи. Нет, ну, просто в этой этой строчке, что ам, это равняется амиле и два фи. Да, 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 да. Ну, собственно, вот это здесь почти было написано. Это амил и фи. Ну, ам лежит к нам до шести. И в пятое и шестое я считаю, что это фи. Давайте вот а равно... Вот, давайте тогда а равно 5,6. Ам... Можно дальше? Давайте следующее. Значит, значит, это лаграджиана, это n равно 2,4d. Теперь этот лаграджиан он конформен вариант. То есть можно сделать велеское изменение метрики или раскинуть метрику, а лаграджиан не меняется классически. Поэтому мы можем посадить сервер с этим лаграджианом на метрику, которая комфортно-плоская, и просто взяв его буквально, применив вереское преобразование. Значит, тогда нужно включить возле вереского преобразования из df в квадрате, вылезает шлем такой... Если это было написано R4, а если вообще говоря, она в произвольном, конформенном, плоском многообразии, тогда здесь еще будет плюс r делить на 6 под пик квадрат. Где R – это, так сказать, столярная перевезна. Сколярная перевезна на пространстве времени S. Считать, что это пространство времени. В случае синдрического процентства эффективно массы добавляет? Совершенно верно, да. Абсолютное, наверное, замечание. Именно это я хотел дальше сказать. То есть добавляет эффективно массу поля хи. И вообще вот то, что происходит после этой всей конструкции... Ну, здесь тоже появляются символы для речвита и связанность фермионов, что выключает нулевые моды для фермионов. Можете посчитать, что оператор дирапа в квадрате, он равен лапрустиану плюс положительное... Мы вчера положили с пропорциональной гривизне, с половичным коэффициентом. Поэтому это делает... Поскольку вот эта теория положена на пространство с половичной гривизной, все поля приобретают массу. То есть E в степени S от вот этой N равно 2, 4D. Сейчас, это это действие было. Давайте действовать таким вот с большим обозначенным. Посчитанное... Значит, посчитанное на пространстве времени S с кривизной больше нуля, как сфера. Интеграл по всем полям. Это конкретно определенная вещь, потому что нет нулевых мод. Все нулевые моды, поднятые в этой теории, у всех полей есть массы пропорциональных без них. И у Фи, и у Кси. Ну и плоских связанностей тоже на S4 нету. Потому что нет один цикл. Поэтому никаких нулевых мод для поля атома. Все поля приобретают массу и на самую калибровочную и... Нет, ну калибровочное поле, формально говоря, не может привести массу. Да, это калибровочное поле. Вот. Но просто нет модулей. Нет модулей для плоских связанностей. То есть, когда есть какая-то нулевая модуля для интеграла по калибровочных полям. Она есть тогда, когда у вас есть плоских связанностей, что называются такие конфигурации, где рейк-меню равно нулю. Вот. А конфигурации рейк-меню равно нулю на четырехмерной сфере с точностью калибровочного преобразования означает, что амю равно нулю. Поэтому нет нулевых мод по полям амю. По полям Си я объяснил, почему нет нулевых мод. Потому что оператор Дирак в квадрате, его спектр начинается с положительного числа. Ну и для циклальных поляртов. Никаких нулевых мод можно просто проинтегрировать без каких-либо граничных условий или выбора тачки на пространстве модулевак. Можно получить число. Ну, точнее, это число, это функция константа связи. То есть, мы можем здесь поставить константу связи и единиться на G-квадрат. Ну, еще можем добавить топологические члены, типа тета-члена. То есть, будет функция от единицы на G-квадрат, функция от тета и функция от геометрии. То есть, функция от радиуса сферы, на которой мы садили террор. Сейчас. Еще раз. Взяли сферу. Да. У скалера как бы появилась явная масса? Явная масса. Просто из-за того, что это... Значит, у фирменов ничего похожего не появилось? Не-не, появилось. Из-за откуда? Из-за D. Из-за D. Потому что это D включает в себя связанность на расслоении, спинорном расслоении на С4. Там символы Христофеля, которые поставлены... Ну, соответственно, у фирменов появилась масса. Как это проще видеть? Нужно взять... Ну, нужно прочитать спектр вот этого D для фирменов, да? Это сделать надо так. Надо взять D в квадрате. И D в квадрате переписывается там по формулам специальной геометрии, как лаплосиан, плюс кривизна. Ну, тем не менее, как бы сказали, тоже верно, что просто все гаммы, все члены есть, да? И они как бы тоже... Да, они как бы дают массу, да. Теперь у фотона ничего не появилось? Значит, про фотон, да, я объяснил. У фотона ничего не появилось, но когда есть нулевые моды у фотона? У фотона нулевые моды есть тогда, когда у вас есть какое-то метривиальное связанность, калибровочный, не говоря, нулю, с F-меню равным нулю. То есть, если есть плоские метривиальные связанности. А плоских связанностей, так что F-меню равно нулю, а при этом F-меню не было щиткой калибровкой, таких связанностей на S-4 нет, потому что нету один циклов. А на сегодня вопрос, как с суперсимметрией? С суперсимметрией? Да. А, отлично, да. Значит, когда я говорил, что N равно 2 теория, она не вариант относительно комфортного вербализования, речь шла именно про N равно 2 суперконфортную теорию. То есть, я взял исходную N равно 2 теорию с 8 суперзарядами и расширил ее комфортным вербализованием. После такого расширения имеется 8 суперзарядов, которые обычно там люди называют Q, и 8 суперзарядов, обычно называется S, Qα, I, S, I. То есть, это конформные суперсимметрии, да? Всего больше там суперзаряд. Вот это N равно 2 S5T. Она инвариантна относительно комфортных перескалирований метрики, поэтому такой лагриджан, записанный в любой комфортно-плоской метрике, не обязательно S4 вообще, любая просто комфортно-плоская метрика, обладает классический инвариантен относительно N равно 2 суперконфортной симметрии с 16 суперзарядами. У нас же, казалось бы, не появилось никакого инварианта больше у Флатона, и... и... и у Флатона не появилось, нет, не появилось. Нет, у Флатона не появилось, нет, не появилось. Нет, у вас специал-аудио, понимаешь, у Суперреста уже не работает. Ну, сейчас это разные вопросы, но... Нет, я думаю, я говорю. Нет, мы должны состояние одинаковыми массами переводить в долгую долгую долгу. Правильно? И потом у нас, в основном, должна быть какая-то масса, ну, какими он, а какая-то масса... Да, ну тогда вы правы, это долго он отлично. Нет. Да, ну, посмотрите. Агибрид пробирует. Агибрид пробирует. А всякого того, скуму скуму, она у вас делая на СП. И, соответственно, он стоит в случае, и не меняется на СП. я хочу выбрать в этой алгебре на сфере под алгебру которая под алгебру для супер группы заморки группы которая называется ОСП-2.4 значит в этой супергруппе ОСП-2.4 8 суперзарядов вы можете их записать как линейные комбинации вот этих вот QS половина от них их свойство таково, что их антикоммутаторы для этих 8 суперзарядов в этой супергруппе они дают компактные преобразования то есть нету каких-то растяжений комфортных а есть только изометрия пространства времени С4 вот этот фактор СО4 он изоморен СО5 но это спин-5 и вот этот спин-5 это вращение С4 вращение С4 то есть утвердение что в алгебре конформных суперзарядов содержится под алгебра подгруппа ОСП-2.4 в которых все базовные преобразования компактные то есть антикоммутатор любых двух суперзарядов это пол отсюда в этой супергруппе и кротик коммутатор дает чистое вращение сферы без растяжений после того как мы договорились изучать теории с такой супергруппой в которых уже нет растяжений мы объявим вот эту супергруппу ОСП-2.4 Н равно 2 суперсимметрии на сфере то есть это можно взять за определение теория поля которая ну вариантно относительно она является подгруппой в исходе вот эта групповая группа является подгруппой в суперконформной группе четверая поля которая вариантно относительно этой подгруппы ОСП-2.4 вариантная теория это определение вот этой буквы это есть Н равно 2 суперсимметричная теория на сфере мотивировка этого определения просто вычислением числа суперзарядов у Н равно 2 теории на сфере определенная теория на ВСП-2.4 есть 8 суперзарядов которые антикоммутируют на вращение сферы то есть это суперконформная персимметрия вместо полосу Планка РФ да, выбрали в ней другую подгруппу вместо Планка РФ это все классическое это все классическое и в Квантом случае что же это суперконформная сохраняется или нет? в Квантом случае ну значит Планка РФ тоже сохраняется а вот это ну почти сохраняется бета-функция не ноль что? бета-функция не ноль бета-функция не ноль, да поэтому как сразу слышу слово «конформная» сразу почти не сохраняется не, подожди, подождите так это же вот эта штука, она не конформная еще раз то есть у вас был вопрос про ОСП 2-4 вот ОСП 2-4 да, это вращение в них нет конформных реализования поэтому ОСП 2-4 сохраняется то есть ОСП 2-4 это эквивалент Планка РФ подгруппой, но на сфере то есть она просто генерирует движение без перерастяжения масштаба без изменений без кейлина у нас хранится а ОСП 2 это эрсиметрия или нет? да, ОСП 2 это то, что произошло с эрсиметрией то есть до этого эрсиметрия в суперпуанкаре группы была СУ2 помножить на О1 а теперь она просто О2 то есть эрсиметрия теперь меньше а эрсиметрия больше до этого в пуанкаре было 4 эрсиметрии а, нет, ну были трансляции ну, сами посчитайте в общем, были трансляции вращения, да, а здесь вращения четырехмерной сферы а это хорошо или было? ну, никак мы с этим уже сможем хорошо, значит это это определение теории вот, есть Лагринжан теория и варианты относительно ОСП 2-4 нет нулевых мод задача считается сумм значит, оказывается, что эта задача она вкладывается во всю ту геометрию, которую мы до этого обсуждали значит, таким способом выберем здесь какой-то суперзаряд Q из вот этих войск прогнозов Р4 с следующим условием Q в квадрате как мы знаем, это векторное поле и я возьму такой кут, чтобы это векторное поле было не вырождено это точно можно сделать и не вырождено верховое поле вращение С4 то есть Ли просто лежит в алгебе от Вы выбрали Q да Вал Ди Ди от SO5 я здесь для простоты по-честному нужно вставить Z2 как я упомянул С4 это С5 но короче писать я скажу, что С5 значит это взимается в дефинцизиальное вращение в четверхмерной сфере и геометрически можно себе это представить как вращение ну, по аналогии с двумяной сферы у вас есть две неподвиженных точки там северный и южный полюс почему С5 а? какой вопрос? почему С5 вращение четверхмерной сферы ну, группа изометрии С4 ну, это С4 записывается как сумма то есть цифер в квадрате равна единица д равна единица за пять то есть а это что на рисунке что? на рисунке на рисунке я пытаюсь нарисовать четырехмерную сферу на двумерной доске и вот она нарисована у нее есть два полюса северный и южный которые являются неподвижными точками этого векторного поля ну, координаты давайте просто в координатах напишу то есть я могу выбрать просто стереографические координаты при четырехмерной сфере сфере хмю здесь написал хмю землю единица до четырех это стереографические координаты но проекции проекции на плоскость на северном полюсе то есть хмю равное нулю это северный полюс северный полюс а хмю равное бесконечности это южный полюс то вот в этих стереографических координатах векторном поле выглядит очень просто это x1 dpdx2 x2 dpdx1 плюс x3 dpdx4 x4 dpdx3 то есть касательно если вы посмотрите инфинсивально здесь у вас стоит r4 в r4 есть 0 и вот касательно пространства р4 факторизуется на сумму r2 плюс r2 и карта r2 крутится с одинаковой скоростью вот так действует векоренное поле которое является квадратом одного из суперзарядов поля мы играем другой суперзаряд мы играем другой поле что еще суперзаряд если другой суперзаряд будет другой вектор на поле будет другой поле да я просто хочу сказать вот этот суперзаряд это дженерик вообще два раза взять то есть если там как-то его специально дефицировать с этим а ну например может быть нулевой суперзаряд да нулевой я не помню детали уже но мне кажется что это более-менее генерик в точке общего положения есть вот это не нулевой я буквально в чем вообще пока произошел то есть на и 4 же тоже были суперзаряды и по квадрате они давали сдвиги к квадрату на F4, если мы брали у альфа и у бета, то коммутатор будет на альфа-бета и в альфа-бета, ну, в альфа-бета и импульс, трансляция вдоль какого-то направления. То есть можно выбрать специалятор, и он будет давать вам сдвиги, генерировать гамильтониан вдоль какого-то направления на F4. Казалось бы, что можно было давно посчитать и на F4, а почему-то на F4 таким способом не считается. Почему? Потому что во всех этих теоремах про локализацию критически важным является то, что мы используем действие компактной группы. На первых лекциях действует группа компактная, ну, типа U1. И на F4 действует группа компактная, а здесь эта группа на F4, но не компактная. Это R, то есть действие трансляции. Вот локализация работает, когда действие компактное, и она работает, ну, сводит задачи по числению по неподвижным точкам, потому что интеграл по орбитам, он, там, берется, полнопроизводная, просто уходит. А для некомпактного действия группы вот эта полнопроизводная, она не уходит, она просто переписывается в интеграл по границам. И никакого прощения не происходит в задаче на некомпактном многообразии. А на компактном происходит. Значит, на компактном мы фактически просто взяли, ну, версию его алгебра симметрии обычная, физическая, генератор куб квадрате, который дает гамильтониан, ну, вот это гамильтонианное С4, это движение в альбертонном поле, и длиннюю считаем стационную. Значит, поскольку действие компактное, то можно пользоваться формулами локализации и сводить вычисления стационной цены. А то есть вам нужна одна единственная вводим, а крупный, да? Ну, в этой задаче достаточно одной уодиноправности. А в цилиндр свернуть недостаточно, чтобы должно компактное направление? Значит, если свернуть в цилиндр, то есть поставить задачу на R3, помножить на S1, то получается индекс Виттена. То есть здесь. Зарезали на месте, я говорю, но вопрос был не Виттене, а... То есть можно оставить, отправлять какие-то некомпактные направления, так как из ваших предыдущего рассуждения следовало, что компактное нужно одно. Ну, нужно... То есть нужно одна, одна уладит, да? Поэтому составим, какого-то одного компактного направления. Да. И в этом смысле на R3 на S1 может, да? Ну, там нужно будет работать с ограниченными условиями, с какими-то, ну, я не знаю. Но вот все-таки если не R3, а если вместо R3 компактная вещь, то есть компактная, помножить на S1 без неподвижных точек. Получается индекс Виттена для этой теории на R3. Ну, это просто мы считаем, есть степень минус 1 V на трейс от есть степени на S1 для движения вдоль этого векторного поля. Вот. А на S4 геометрия чем отличается индекс Виттена? Тем, что у этого векторного поля есть неподвижные точки. Поэтому, ну, уже не ледует какому интерпретацию, что эта теория поля на черты помножить на S1, то что в каких-то точках S1 всклопывается. Вот. Поэтому лучше сказать, что мы просто занимаемся четырехмерной теорией, а не трехмерной помножить на S1, да? И в этой четырехмерной теории сочетаем полную стационарную. Хорошо. Значит, Зайдер? Я тоже такой же вопрос. Ну, вот, на S4, да, там почти есть пики, но там есть же компактная группа, которая действует, S4. У нее заняты ответственность. То есть, почему нет? А, абсолютно, абсолютно верно. Это... Да, 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 да. То есть, можно сделать, тогда включается граничный слайд, то, что сделал Никита Некрасов с товарищами. Называется, отцома Некрасова. Ну, там нужно вести, наверное. Ну, там нужно... А? Ну, это есть? Ну, да. Да, да, да. Да, да, да. Да. Получается, здесь не нужно, да? Здесь, а мне... Нет, здесь не нужно. Саму... Нет, почему? Саму действие нужно изменить. Настиклась, тебе кажется. Надеюсь, это будет здесь, а теперь все. Нет, здесь естественно, а уже здесь на общей, а там нужно будет... Нет, ну, что... Одно и все. А? Здесь будет одно и все. Здесь есть всего, а на обратной радиус сферы. Это. Вы совершенно правы. Можно сделать на R4, используя 2U1 действия, у которых неподвижная точка в нуле, это подсума Некрасова. Да. Я ко нему приду. Да, но нужно сделать. Что? Ну, нужно же ввести будет... Экс... Деформация этого суперзаряда и деформация действия называется положить теорию... Ну, омега-бограмм. Никита говорит о том, омега-бограмм. То есть это деформация от стандартной n равно 2 теории и стандартной n равно 2 суперсимметрии. Абсолютно верно. Можно сделать. То есть, когда я говорил, ну, то есть, может быть, не совсем я точно сказал про очень невозможность вычисления на некомпактном, я имел в виду в обычной, имел в виду про обычную не деформированную теорию, в которой все-таки суперзаряды в квадрате дают обычные трансляции из группы суперпанкаре до экварианта деформации. То есть про обычную физическую все это. Да, значит, z это интеграл по всем полям, да, и давайте, как у меня там было даже обозначено в интеграла по полям x, x prime, и плюс мы добавили дутки, то есть это dc, dc тильда и dp, да, здесь стояло x. Значит, полное действие вместе с экологическим членом типа FHF и вместе с фиксацией полипровки. Так, чтобы ничего не было на левых моциях можно, чтобы стационарно поделось. Так, хорошо, теперь что у нас с алгеброй асимметрией. Значит, Q с тильдой на все поля, которые есть здесь, давайте я вот эти все поля обозначил. Я не хочу новую букву вводить. Давайте, что за... Я просто набор всех этих полей буду обозначать как x, то есть включая c, 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 c и b. И действие генератора кустильды, который был q плюс q, r, st, на весь набор этих полей записывается компактно таким образом. У стильдой x0, 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 x0. Значит, здесь обозначение следующее. x0 это такие мультиплеты для кустильды. Так что x0 это бозонное поле, x0' это его фермионный, фермионный партнер для каждого мультиплета. x1 это мультиплеты, где x1 это фермионное поле, а x1' это его бозонный партнер в супермультиплете. То есть кустильды и помножить на x1 это x1' и u на x1' это r1, а, сейчас, lv, x1. То есть речь идет о чем? Речь идет о суперпространстве. Красивое большое x, что это суперспейс. Что это за суперпространство? Это суперпространство вдоль направлений x0 и x1. Значит, про x0' надо думать как дифференциал драма от x0, а про x1' надо думать как дифференциал драма от x1. Сейчас еще раз, x0 и x1' чем? Сейчас мы x коллективно называем все поля. Да, и теперь разбиваем их в четыре группы. В четыре группы. В x0, x1, x0' и x1' Разбиваем их по четности и по тому, как они изгруппировались в супермультиплеты. То есть здесь утильда глупирует все поля в такие мультиплеты, вот как написано. А обозначение про четности такие. Мы говорили, что ставшие компоненты каждого этих мультиплетов, то, что стоит слева, называется x0, если это бозонная четность, и x1, если это фермионная. Ну давайте действительно перечислим, да, давайте перечислим, хорошо, спасибо. Значит, x0, значит, это то, что стоит старше компонентной мультиплеты и бозонное поле. Это будет вот что, это будут калибровочные поля, а nu это будет поле фи с чертой. Так, дальше x1, это будет фи, да, и... Сейчас, сейчас, нет, фи у нас есть снизу, то есть фи у нас приводит из c, потом это фи меню плюс и c стильдэ, мне кажется. Сейчас проверю. Да, c стильдэ тоже стоит сверху. Это c стильдэ. И давайте я напишу, тут подпишу снизу их супер-партнеры, то есть x0' и x1'. Значит, это кто? Значит, из амю это тот фермион, который x7 назывался, и с чертой это ita мы его обозначали. Из c это фи. Из кай меню плюс это взилари фи меню плюс. И из c тильдэ это b, это тот бозонный скаляр у падеев упаковок, b растим мультиплетен. Так, мы сейчас перечислили, а теперь смотрим просто геометрически. Геометрически, что здесь стоит? Здесь стоит цифр пространства, да, с координатами x0, x1, эти бозонные товарищи, эти фирменные товарищи. А x0' и x1' мы проникываем как дифференциалы. Дифференциалы грамма соответственно от x0 и от x1. И вот это действие кустили на вот этом цифропространстве просто описывает дифференциал грамма. Кустили – это эквивалент грамм. Эквариантны относительно действия векторного поля LV на пространстве. Дифференциальных форм на этом суперпространстве x0, x1, с точкой, все дифференциальные формы на хи. Эти дифференциальные формы можно думать просто как функции на суперпространстве. Я имею в виду на касательном пространстве вот хи, в котором… Да, да, да. В касательном пространстве хи-то x, в котором в слоях поменяли чётность на фирмен. Две буквы x, они одинаковые, одинаковые. Одинаковые, одинаковые. Это вот эта красивая буква x, небольшая. Это суперпространство, у которого координаты x0, x1. Это что, просто за это касательно у меня чётности? Да, 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 да. Вот координаты в вертикальных слоях, у которого касательно пространства – это x0' и x1'. Значит, интеграл, который здесь стоит, под этот большой интеграл – это интеграл по ПТ… А П – это русская буква? А П – это греческая, я думаю. Исходная. Исходная. Да, но П – это чекнём. Она называется Party Changing Factor. Ну, я не знаю, кто назвал её с греческой буквой П. Кто-то из математики знает, кто-то скажет. Исходная. Не знаю. Греческая – это греческая буква. А? Что назвал? Березин. Исходная. Поймете. А это русский березин. А это русский березин. В общем, понятно. Понятно. Хорошо. Значит, можно думать, как интеграл от функций на ПТ, а можно просто думать, как интеграл от функций, да. А можно думать, что к интегралу каких-то дифференциальных форм, то есть это функция. А что значит нолик, а не омега, которая следует. А, это не нолик, это такая жирная точка, это пространство всех дифференциальных форм. Но это после 50-х ребров не произошло, а после 50-х ребров не произошло, а вот это пространство небольшое. Это пространство небольшое появилось после добавления в лагринжан, членов, которые фиксируют в культурную пробку. Ну, это тип ДБ и всех. Этот типом аналогии. Да. Хорошо. Значит, подмыть. Что такое Z? В серминах, это не метрические задачи. Z есть интеграл по пространству. И красивая. Вот некоторые дифференциальные формы, в степени S. И вот эта вот штука, она сидит в комплекте эквариантных дифференциальных форм. Давайте я зову это ВИ, их варианты, их относительно действия, УАДИ действия, на всех наградах полей. Значит, вот. И просить. Хорошо. Значит, задача такая же, как КРАТЬЯ потом рассматривалась. Нужно проинтегрировать их в вариантно-замкнутую дифференциальную форму в ситуации, когда действует компактный звук, а нам на прогрессе. Что на эквариантно-замкнут, это как раз только группы сбирали вот это. А, абсолютно верно. Да, спасибо. То есть, пусть СИЛЬДЫ на С равно 0. На эквариантно-замкнут, это интегрируем. Значит, интеграл высаживается тогда на точки инвариантные относительно действия этой УАДИН группы на пространстве полей. Это сумма по неподвижным точкам при действии ВИ. Вот чего? Вот Е в степени минус С, вычисленного на этой неподвижной точке. Давайте я эти неподвижные точки буду обозначать, не знаю, вот P. Давайте я их буду обозначать прям-то. Нет? Ну, хорошо. Давайте их буду обозначать просто X маленько. Вот P. Давайте X маленько. Давайте X маленько. Как точки, это все-таки точки из вот этого X. Ну, не важно, как хотите обозначить. Вот. Значит, ограничение этой эквариантной замкнутой формы на эту неподвижную точку X, а поделить на эквариантный реверокласс, это со значком V, где V, опять же, обозначает УАДИН группу, которая действует на пространстве полей. Вот касательного пространства в этой неподвижной точке. То есть я предпочитаю, будь твердно то, что все эти неподвижные точки, они изолированы, и касательное к ним пространство, в смысле нормальное расслоение к ним, это все касательно пространства в этой неподвижной точке. Вот этот эквариантный реверокласс, как на первой лекции, на первой, на второй, на третьей объясняли. Это просто произведение весов для действия УАДИН-фактора на вот это касательное пространство. Как знаменатель формулы Дестерматохехмана, произведение весов. Значит, ну либо здесь вот напишу. Должны, наверное, бесконечные методы, бесконечные методы. Бесконечные, да. Значит, давайте напишу, что там стоит в одномерном случае. Значит, в одномерном случае в третий раз пишу пример, но все равно его просто надо держать все время в голове. То есть, значит, если у вас есть форма такая, вероятно-замытная, в том числе Q минус одна вторая, эпсилон, на P квадрат плюс Q квадрат, она, я говоря, воззамытная относительно такого dv, дифференциала R радио d минус эпсилон, помножить на сверстку с сверстанным полем V, в котором есть вращение P и Q, у один вращение P и Q. Вот эта форма, вот, вероятно-замытная, и интеграция. Давайте я ее обозначу. Альфа. Например, интеграла две степени альфа с поя 2. Писали несколько раз. Можете галстово взять, а можете по формуле, вариантов локализации один поделить на error class. Error class от Fufian. Вот это вот это вращение. Значит, это есть единица, поделить на epsilon на 2P. Там дается Fufian от формы, это эквариантной формы связанности делитом 2P. Привычная формула из галстовых интеграла 2P делить на epsilon. Вот такой фактор типа 2P делить на epsilon будет вылезать из каждого двумерного фактора для этого пространства психи. Значит, как совершенно верно было сказано, это бесконечно медное пространство. Поэтому здесь будет стоять бесконечно медное произведение, во-первых. Во-вторых, это суперпространство. Здесь мы уже стерли, но вот в нем были направления бозонные и фирменные. Поэтому этот эквариантный error class – это эквариантный error class от суперраслоения. В нем, естественно, образом те направления, которые имеют фирменную чертность, они пойдут в числитель, а бозонные – знаменательные, как обычно. Ну, значит, вот просто вот такую штуку надо посчитать для каждой неподвижной точки действия В на пространстве этих всех продуктов. и слушать. Значит, точка – это точка пространства полей? Точка – это точка пространства полей, да. Ну, это только касательное пространство всех полей. А что такое касательное пространство всех полей? Ну, просто это линеризация. То есть мы выбираем какую-то точку, то есть конфигурацию полей, пространство полей, и линейризуем мышь. Всё, это и будет касательно пространства. И вот по вот этому касательному пространству мы должны посчитать детерминат от действия LV. А в каком месте нам есть пример просто для террасмасса? А, циперсимметрия в этом самое ключевое условие – это то, что мы интегрируем форму E степени минус S, которая эквариантно замкнута в геометрическом значении. Просто Yörg-Mils мы не могли бы так... Да, просто Yörg-Mils он не эквариантно замкнутен относительно. Там нет циперсимметрии, там нет такого оператора QS, чтобы QS была равна нулю, и QS генерировало вращение. А если бы вы именно варианты формы, а только инварианты формы удовольствия, но инварианты формы рассматривали? На 1,5, 10,5, не сделать? Сейчас сравнить чего на инварианты и инварианты формы на чём? Я имею в виду, что у вас будет дифференциал, да, будет, где он был на эту форму? Эти формы были бы замкнуты относительно действия к дифференциалу. То есть вы разманете? Вы просто строите такой дифференциал, да, что у вас X получилась замкнута? Вопрос, что было, если бы здесь не реквариантно-самто дифферциальная форма, а какая? Инвариантно-самто дифферциальная форма. Да, вероятно, в связи с дифферциалом, но нет никакой локализационной формулы. Здесь мысл дифферциал прозрачный, дифференциал это кубы RST плюс кубы по симметрии. И действие относительно него инвариантно. Мы просто интегрируем действие, интерпретируем интеграл этого действия как интеграл от кустили замкнутой формы. То есть, вот это вариант на замкнутой форме. И дальше поставлю формулу AT-BOT, которая уже была объяснена. Получаем такой ответ. Осталось как бы посчитать вот этот эквариантный Эйлеров-класс, вот касательно пространства каждой точке. Это, конечно, мимо. А почему все-таки равенство? Правильство? Да. Равняется. Вот это. Да, вот это вот равенство. Вот это теорема Hibota. Мы ее на прошлый раз снизу. Почему она применила? Сказать где, в globe бесконечные? Бесконечные, да, бесконечные. Что проверило? А проверено? А проверило. А проверили. А, проверили. А, проверили. А проверили. Нет, нет, ну то есть, если мы это засчитаем до конца, то получится... Вот поэтому можно равенство. Да. Нет, ну разные люди по-разному. Почему можно писать равенство? Но вот для меня как бы... Это же бесконечно-мерные аналоги. Да-да-да, я вот в самом начале лекции вот упоминал, что, значит, мы будем в бесконечно-мерных ситуациях использовать дифференциальную геометрию, конечномерную, не особенно следя за строгостью этих раструдений, а просто следя за ответом и сравнивать... Да, и совпадать с другими способами. Значит, давайте так, что здесь экспериментальная гамма? Вот этот ответ, который зависит от константа связи. Ну и вот это... Другой здесь, конечно, подъединиться на G-квадрат. Значит, здесь будет константа связи. Получаем какую-то функцию от константа связи. Можно просто этот ответ сравнивать с притурбативным вычислением. То есть берем диаграф и мы начинаем считать, получаем ряд по G. Ну и нам в каждом порядке сравнивать. Ну, значит, люди сели, посчитали, там, до какого порядка могут посчитать, все совпадает. Но у вас архитюрия на сфере? На сфере, да. И что? Ну, пертурбативное само, что с константа сложную пространство, и так можно считать? Не-не, ну... Диограмму Фенивана можно считать любом пространство. Можно, но это же не действие само будет, да? Действие классического. То есть поначалу хотел бы понять, кто такие фиксированные точки, и что там за сумма? Конечная и бесконечная? Бесконечная сумма, да. Ну, это не еще один, да? Не, ну... К этому еще придем, да. Поэтому теория возмущения равна из violently, как как раз фаз для это, на приказ к Эгерге, или и... В смысле, теория возмущения же просто это нищая ответственность. Давайте скажем, что проверяет теория возмущения. Теория возмущения проверяет один член в этой сумме по неподвижным точкам, который соответствует пертурбативному. Пертурбативность под суммю. Значит, другие члены в этой неподвижной точке они отвечают по пертурбативным. Это неподвижные точки, которые все классические поля равны? Абсолютно верно. Одна есть одна неподвижная точка, в которой все классические поля равны нулю. И теория возмущения над дисципфоном проверяет один член в этой сумке. Но вы, если вы можете, и над мусконторными решениями вести, то не можете? Вот здесь мы можем. Вы можете, наверное, в том, что над мусконторных решений нет? Нет, есть точечный мусконтор. А вот в ответ, если точечный мусконтор, то же теория возмущения может проверить? Нужно проверять, да. Нет, можно, но люди не проверяют. Как у вас, ну вот LV это вращение... Вращение сферы, да. Вращение сферы, да. Ну, вы же там вставали две точки. Да, а на четырехмерной сфере есть две неподвижные точки. Вот эти точки, это неподвижные точки для LV на пространстве полей. На вот этом вот хи-красивое, которое я назвал хи-красивое. Здесь из-деграфа был по хи-красивое, по бесконечному пространству, пространству полей. И речь идет о неподвижных точках, точках LV на пространстве полей. Одна из них, это все поля равны нулю. А на этот этап, он вовремя калибровочных преобразований? Уже все включено. Вот в этот хи включены все духи B, C, C, тильда, и поставлен член, который фиксирует калибровочное преобразований. То есть вот нулю прямо нулю? Просто нулю, да. Все равно. И все моды, все клапсуации вот в этой нулевой точке, они положительные, как мы обсуждали. То есть тут получается на самом деле, ну как сказать, получается просто вы инфектируете по этой варианте на специальную форму на сфере пространства? Да. И ничего про то, что именно это, что вы не знаете? Нет, мы потом можем протемплитировать, какая вот эта неподвижная точка чему соответствует. Ага, ну хорошо, что так, что это не соответствует. То есть теперь нужно вот описать два двумя точка, первые их, и вычислить вот знаменатель. Абсолютно верно. И числитель тоже. Ну числитель, и вычислить, и считатель. Верно. Да, 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 да. Там знаменатель будет такого, будет чувствовать, как будет знаменатель и числитель. Да, да, то есть давайте, мы должны сделать перерыв сейчас, но я действительно отмечу, что будет продолжение следующей векции. То есть мы должны быть числитель и знаменатель. А вот, наверное, было замечено, что числитель легче считать, и числитель это просто вычисление значения вот этого действия на неподвижной точке. А для знаменателя нужно посчитать, будет терминант от оператора АПЛВИ в касательном пространстве в таких группах. Лениализован. Лениализован. Абсолютно верно, и пишет детерминат. Лениализован. Да. Абсолютно верно, да. То есть это, то есть это то, что называется просто квазиклассическое приближение. А фишка здесь в том, фишка это подтверждение в том, что это квазиклассическое приближение по теореме АНСЕГОТ, оно прочное. да но я не знаю я не знаю я просто проверяю ответ по лечению — Безконечное произведение. — Безконечное произведение. Всё сходится. Безконечное произведение, безконечное произведение, но всё сходится. Получается ответ. Можно на компьютере потом посчитать и графику строить. — А как это означает, что график здесь будет? — Будет через пять минут. — А другой график, да? — Да. — Давайте, анонс следующей версии. — Если ты играл квадрат, вот графикская сумма за татар по модуру квадрат. Вот так, да. — Давай по-сильному. — Так, график считается, как то, что график стоит.